Криминальным авторитетом становится не на ровном месте. Нужно обладать твердым характером и очень сильной волей. А если к этому еще и прикладывается внушительное телосложение, то вес в криминальном мире будет точно обеспечен. Во всех смыслах этого слова. Константин Пискарев, Костя Большой. Своё прозвище Костя Большой получил за внушительный рост, почти 2 метра, и спортивное телосложение. Он мог похвастать весом в 120 килограммов, состоящих из хорошо накачанных мышц. При этом Константин Пискарев обладал острым умом и завышенными амбициями, что позволило ему продвинуться на криминальном поприще. Выходец из Ореховской ОПГ стоял во главе собственной группировки, на совести которой, по разным данным, от 30 до 50 убийств. Пискарев совершал преступления по личным мотивам. Убирал с дороги конкурентов, действуя в интересы своего бизнеса, и организовывал заказные убийства. Таким образом и зарабатывал себе свои миллионы Константин Пискарев, владевший квартирами и землей, ездивший на дорогих и элитных авто, отдыхавший на лучших курортах мира. Больше двух десятков лет его банда одержала всю подмосковную область в страхе. К 2016 большую часть бизнеса Костя Большой перевел в легальную плоскость, но душой продолжал оставаться в лихих 90-х. В 2017 большая часть группировки была арестована, включая и самого главаря. Всех их ожидают внушительные сроки, а Костя Большой, скорее всего, сядет пожизненно. Вячеслав Ермолов. Слон. Своё прозвище Слон Ермолов получил ещё в юности. Так его прозвали друзья. За внушительные размеры, высокий рост и мощные габариты тела. Однако спортом он никогда не занимался. Просто был крупным. Вячеслав Ермолов в конце 80-х схватил собственную ОПГ. Одну из самых жестоких, который в Рязани боялся каждый. Группировку набирали самых мощных и крепких кандидатов. Внутри организации царила строжайшая дисциплина. За малейшую провинность Слон наказывал, нанося телесные повреждения. В начале существования банда Ермолов занимался крышеванием наперсточников. Затем распространил свою власть на других коммерсантов, торговые точки и развлекательные заведения Рязани. Также ОПГ Слановская занималась нелегальной перепродажей авто. В 96-м правоохранительные органы плотно занялись деятельностью банды и в тот же год задержали почти всех её участников. Сам же Вячеслав Ермолов сумел избежать ареста и бесследно исчез из города. По некоторым данным он сумел сбежать за границу. Многие считают в ЮАР, где занялся бизнесом. Продолжение следует...